Всем привет! Хотели посоветовать вам, как интересно и с пользой провести ваше время. Онлайн-игра Angry Birds сочетает в себе лучшие элементы классических игр и серий из их птичек с множественно захватывающих новинок. Много злодеев, магия и куча баталий и головоломок. Зарегистрируйтесь и окунитесь в игру. Продавайте поросят и получайте за них монеты. Обменивайте монеты на реальные деньги. При регистрации получайте бонусы в подарок. Ссылка на игру в описании под видео. Играйте и выигрывайте! Американский эксперт рассказал, как соперники боялись Головкина 10 лет. Журналист Boxing Skin Майкл Розенталь оценил место Геннадия Головкина в истории бокса за последние десятилетия. Если послужной список Головкина выглядит слабым, то это не его вина. Он был одним из самых избегаемых бойцов десятилетия. И по уважительной причине он казался непобедимым, когда в середине тридцатых он заманил в ринг топовых боксеров. Он уже не казался непобедимым, конечно, если бы его наградили победами в боях с Альваресом. У него был бы более сильный аргумент, впрочем. Даже они вряд ли сделали бы его лучшим боксером десятилетия, потому что все топовые боксеры избегали от Головкина, когда он был на пике, пишет автор. Кэти Дуува, промоутер чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева, прокомментировала потенциальный бой с обладателем поясов WBC и WBA Super в среднем весе с Аулем Альваресом. «Я видела высказывание Альвареса на данный момент. Знаю планы Сауля. Бой с Сергеем представляется мне не в ближайшей перспективе. Но если Альварес перейдет в полутяжелый вес, он обязательно состоится. Это будет самый большой бой в карьере Ковалева. Это было бы большое испытание для нас. Но мы любим подобные вызовы», — сказала Кэти Дуува в интервью. «Напомним, ранее Канело заявил, что не против подняться в полутяжелый вес и встретиться там с Ковалевым. Сергей, в свою очередь, ответил мексиканцу взаимностью. Британский боксер Билли Джо Сондерс прокомментировал вероятность проведения боя с Геннадием Головкиным, а также высказал личное мнение о казахстанце. «Я считаю, что в первом бою с Канело Головкин выиграл, второй бой уже больше был похож на ничью, чем первый, но, на мой взгляд, Головкин по-прежнему чемпион. Я считаю, что пояса все еще у него возможны. Мы еще сможем устроить бой с ним. Я уже дважды подписывал контракт и не понимаю, почему наш поединок до сих пор не состоялся, может. Он просто использовал меня, чтобы привлечь таким образом Канело. Но я по-прежнему открыт для боя с ним», заявил Сондерс. Напомним, возвращение Геннадия Головкина на ринг запланировано на конец мая или начало июня. Его соперник пока неизвестен. У главой Конора Макгрегора, средневес Беллатер Дилан Денис получил 7-месячное отстранение от боев и штраф в размере 7 тысячи долларов за поведение на турнире UFC 229 и потасовку с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, сообщает MMA Fighting. Дилан Денис стал уже пятым бойцом, наказанным за поведение на турнире UFC 229, на котором прошел поединок за титул в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Эканором Макгрегором. Ранее Нурмагомедов получил штраф в размере 500 тысяч долларов и отстранение на 9 месяцев. Макгрегор был отстранен на полгода и получил штраф в размере 50 тысяч долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова